Валежник бесплатно внесены изменения в лесной кодекс. Передать привет и поздравить близких людей на канале 16 продолжается проект «Хочу сказать». Контроль над силой автомобиля в центре внешкольной работы прошли соревнования зимний слалом. Далее расскажем обо всем подробно. Закон о сборе валежника не могли принять несколько лет. Законодатели спорили о формулировках и искали подходящее определение для этого ресурса. Наконец, в 2018 году закон был принят, а с 1 января вступил в силу. Минприроды дало четкое определение, что же можно считать валежником. Остатки стволов деревьев и сучьев, лежащие на земле, и причем упавшие несколько лет назад. Не то, что свежий ветровал или, например, снеголом, бурелом, а деревья, которые упали несколько лет тому назад. Деревья, которые еще стоят, пусть даже сухие, валежником не считаются. Также сюда не относятся деревья, которые упали совсем недавно из-за урагана или налипания мокрого снега. Их продают по стоимости древесины с корня. Большой урон лесу нанесли ураганы, которые бушевали летом 2015 года. Вот сейчас у нас хвойные деревья мы практически разработали, все убрали. Хвойные там это ель, сосна, древесины лиственных пород, осины, березы у нас еще очень много осталось. Вот эти деревья, пожалуйста, мы их уже давно с 2015 года отдаем бесплатно. Даже еще не вступил в силу этот закон. Сейчас валежник собирают в основном для отопления дачных участков. Чтобы забрать его из леса, горожанам необходимо обратиться в лесопарк. У нас есть форма заявления, мы даем, значит, горожане пишут это заявление, оставляют свои данные, где мы можем этого человека потом найти. И когда он заготовит, согласно этому заявлению, он должен прийти и нам сдать территорию. Также бесплатно можно забрать сухостойную и тонкомерную древесину диаметром ствола до 24 сантиметров. По всем вопросам обращайтесь по телефону 741 50. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Первый рабочий день после длительных новогодних праздников для многих становится одним из самых тяжелых в году. За 10 дней отдыха сбивается режим, образ жизни становится менее активным, а желаний выходить на работу все меньше. Способы справиться с послепраздничной хандрой у каждого свои. Прекрасное мироощущение, не забрасывало спорт, обычный образ жизни. Спорт, спорт, еще раз спорт. Да, Ленечка, так вот, да? Да, ну да. Режим, да, соблюдать, да, Ленечка? Да, правильное питание. Много у нас этих дней-то новогодних съездить, отдохнуть, поведаться с родственниками с дальними. Гулять на улице больше надо. Можно поспать, хорошо не пить, вот. Ну и радоваться жизни просто. Я думаю, больше двигаться. Надо просто так отмечать, чтобы восстанавливаться не пришлось. Чтобы избежать плохого настроения в первые рабочие дни, важно правильно себя замотивировать и поставить цели на предстоящий год. Всегда полезно прислушаться к себе и спланировать то, каким будет новый отрезок жизни. Психологи советуют руководствоваться принципом постепенности и не вызваливать на себя много дел в первые послепраздничные дни. Вообще считается, что адаптация после отпуска, после таких вот длительных праздников, она, ну, занимает где-то примерно дней, пять неделю. И нужно себе дать это время. Это не значит, что бездельничать всю эту неделю рабочую, да, это тоже не выход. А просто начинать с каких-то подготовительных мероприятий, не знаю, там, разобрать на столе у себя, да, на рабочем, там, поменять календарь, как-то, какую-то перестановочку, может быть, сделать, да. Обсудить с коллегами прошедшие праздники, стараться как можно чаще чередовать виды деятельности в рабочее время, отдыхать и организовывать свой досуг в свободные часы. Все эти способы в сочетании с правильным питанием и умеренными физическими нагрузками позволят восстановить прежний рабочий ритм. В силу того, что выделяются эндорфины, да, гормоны радости и счастья, естественно, когда вот мы физическими упражнениями занимаемся, делаем, да, и это помогает вот именно нашу психику держать в таком балансе, да, не давать проваливаться вот в эти какие-то грустные или там неприятные негативные переживания, да, а удерживать, то есть это естественный такой стимулятор нашей работоспособности и нашего хорошего настроения. Новый год, по мнению специалистов, отличное время для того, чтобы начать что-то новое, открыть в себе скрытые таланты, иногда даже сменить вид деятельности. Главное – прислушиваться к своему внутреннему голосу и не стесняться обращаться к психологам. Дарья Цапорыкина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Дорогие сыровчане! Я хочу поздравиться! Поздравляю всех с Новым годом! Дорогие сыровчане! Дорогие друзья! Здоровья, счастья, благополучия! Хочу передать привет всем жизни Сарова! И вот что я вам хочу сказать. Проект, который так и называется, хочу сказать, на канале 16 продолжает свою работу. И будет работать еще долго, долго и долго. А вот все почему. Потому что оказалось, что вам, друзья, и есть, что нам сказать. И есть, что сказать своим родным, близким, коллегам по работе, кого-то поздравить с днем рождения или даже просто передать привет. Ну а раз вам есть, что сказать, мы хотим предоставить вам такую возможность, друзья, поздравить родных и близких, поздравить привет или даже на кого-нибудь пожаловаться. Все это в проекте хочу сказать. Каждый понедельник в 6 вечера и каждую пятницу в 11 утра здесь, в торговом центре «Атом» этот баннер будет ждать именно вас. Приходите, будет клево. Говорите, и вас услышит весь город. Когда на Руси появились варежки, как их называли в разное время, какие народные традиции и игры связаны с этим предметом одежды? Чтобы узнать ответы на все эти вопросы, посетители и сотрудники Центральной детской библиотеки имени Пушкина совершили своеобразное этнографическое путешествие под названием «Жили-были варежки». Это, в общем-то, прикосновение к истории, к нашей истории и знакомство более близкое с теми предметами, которые нам давно знакомы с раннего детства, но о которых мы, к сожалению, так мало знаем. Помимо рассказа об истории варежек, библиотекари приготовили различные викторины, загадки и конкурсы. Немало времени уделили и литературной составляющей. Поговорим, конечно же, и о нашем литературном языке, о тех устойчивых выражениях, которые появились и связаны с варежками. Все мы знаем, допустим, такое выражение, как «держать в ежовых рукавицах». Что это значит? Мероприятие библиотеки в дни новогодних каникул посетили уже более тысячи человек. Это и дети, и их родители. Темы встреч самые разные, но так или иначе все они связаны с зимой. Никита Коршунов побывал практически на всех январских программах. Больше мне нравятся мастер-классы и разгадывание сканвордов. Потому что так я поддерживаю свой умственный нрав и развиваю свои мозги. Каникулы в детской библиотеке продолжаются. 11 января ребятам покажут видеоисторию поступок, который изменил все. А 12 января библиотекари вместе с детьми отпразднуют день рождения снеговика. Мероприятие для зрителей старше 6 лет. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Винтовки, пистолеты, приборы ночного видения и малогабаритные автоматы со снайперским прицелом для бесшумной и беспламенной стрельбы. На одной из учебных точек военнослужащим представили новое оружие Росгвардии и познакомили с основными тактико-техническими характеристиками. На каждый вид вооружения у нас есть отдельная книжечка, где написано, что делать можно, что делать нельзя, чтобы не принести вред себе и окружающим. Большая часть военнослужащих несет боевую службу с пистолетами Макарова и автоматами Калашникова, которые за долгие годы доказали свою эффективность. Новые образцы вооружения отвечают современным требованиям и используются подразделениями спецназа дивизии в учебных стрельбах. Руководитель занятий Алексей Стуков выделил на его взгляд самое универсальное оружие для мобильных экипажей. Пистолет-пулемет «Витязь СН». У него имеется складывающийся приклад. То есть удобно носить его, перевозить в автомобиле. Каждая сфера жизни военнослужащих, будь он на службе или дома, находится под неусыпным контролем руководства. Забота о жизни и здоровье своих подчиненных – это обязанность каждого командира. На различных учебных точках, у нас здесь развито 16 учебных точек, на каждой из них мы показываем, как необходимо правильно соблюдать требования безопасности. То есть начиная от хозяйственных работ, вплоть до того, какая дрель должна быть, какого размера, формата, какого работоспособности. Занятия по требованиям безопасности проходят два раза в год, в начале каждого периода обучения. И если летом делаются упорные укусы, клещи и солнечные удары, то зимой – это защита от обморожений и травм при катании на лыжах и коньках. Сейчас мы акцентируем на лыжи, например, на зимние виды спорта, на зимние виды отдыха личного состава. Боевая служба, отдых на природе, спортивные занятия, ремонтные работы дома и в гараже. На каждом этапе военнослужащие должны строго соблюдать требования безопасности, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. В рождественские дни Дивеевская обитель преображается. Вокруг сверкают праздничные огоньки, установлены световые фигуры, украшены елки. Повсюду можно увидеть сцены из Евангелия. Насладиться этой красотой приезжают тысячи паломников с разных уголков нашей страны. Во-первых, это такой замечательный праздник, душевный, семейный, теплый, радостный. Сегодня такой прекрасный день, День Сочельника. Сюда просто, наверное, каждый человек должен приехать в такую красоту, посетить святое место. Здесь очень красиво, здесь вообще очень такое место, где очень много было и святых и жило, и вообще святых немного. И храм очень красивый, а к Рождеству всегда украшают уже не здорово. Нигде так больше я еще не видел пока. Эмоции на всю оставшуюся жизнь. Но это вот здесь восхитительно, я не знаю, бесподобно. Просто великолепно. Такое не забывается. Я здесь впервые, но такого я еще не видел. В Рождество мы приезжаем второй год подряд, потому что наша младшая дочка рождена в Рождество, 7 января. И мы отмечаем ее день рождения здесь. И поэтому для нее это уже настолько святое место. Она уже поставляет его со своим днем рождения, с Рождеством. И поэтому у нас только Дивеево, только Дивеево. Красиво очень. Тут много гирлянд, много елок красивых очень. Ну, давно хотели встретить Рождество в Дивеево. И как бы так все сложилось удачно. Что и поездку предложили, паломническую. Прямо буквально перед Новым годом решили. Все, слава Богу, случилось, и мы на Рождество в Дивеево. Ехал сюда с 2015-го. Доехал вот этим летом. Ну, сюда приехал трудником и батюшка Серафима оставил здесь. Для всех, кто в Сочельник приехал в Дивеево, Рождество – главный праздник, пронизанный добротой и светом, который приносит благодать. Очень такой торжественный праздник. Ну, я не знаю, он очень значимый, но как-то в душе. И вот описать словами, честно говоря, я, по-моему, наверное, не смогу. Рождение что-то нового, рождение Иисуса Христа, начало новой жизни. Как бы радость, красота. Всю жизнь мы справляли Рождество. Еще в детстве всегда наши бабушки молились. И мы всегда с радостью встречали этот праздник. И, насколько я помню, я вот вышла замуж. У них вообще Рождество считалось великим праздником. Верующие считают, что в рождественскую ночь открывается небо. И небесные силы исполняют все добрые пожелания, которые задумывают христиане. А впереди у православных еще один значимый праздник – Крещение Господне. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. На Саровские соревнования по ножевому бою и фехтованию съезжаются участники со всей страны. Москвич Дмитрий Веригин выступает на этом турнире больше 10 лет. Говорит, что именно в Сарове соревноваться ему нравится больше всего. И здесь Дмитрий чувствует себя как дома. У нас рядом людей, мы знакомы с 96-го года. Поездки сюда мне очень понравились, зарекомендовали просто. Замечательный тихий город, достопримечательности, радушная обстановка, хорошие встречи. Всем участникам турнира предстояло пройти два испытания – ножевой бой и фехтование исторической саблей. Чтобы обыграть соперника, спортсмену необходимо нанести серию результативных ударов либо в корпус, либо в голову. Каждый бой длится до пяти очков. Здесь у нас идут отборочные бои сначала, то есть участники разбиваются на пары и дальше выходит один из участников. Ну и так доходит до финала, когда остаются три человека, которые уже, наверное, будут биться между собой. Перед выходом на ринг каждому участнику организатор объясняет правила боя, выдают необходимое снаряжение и напоминает о технике безопасности. Несмотря на то, что турнир проходит в дружеской атмосфере, все спортсмены настроены только на победу. Противник все-таки он не какой-то конкретный человек, все-таки он противник, и лица не видно. И в принципе, сразу недолго помнишь про то, что он знакомый. По итогам турнира сильнейшим на живом бою стал Всеволод Елисеев в дуэльном фехтовании Василий Киселев. Победителей наградили дипломами и подарочными сертификатами. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Сосредоточенный взгляд и руки, крепко сжимающие руль автомобиля. Марат Мигунов занимается в автосекции Центра внешкольной работы более пяти лет. Юноша считает, что на сложной трассе очень важно не только отлично знать теорию вождения, но и чувствовать машину и доверять ей. Машина – это живой организм, который чувствует, который тоже любит ласку, заботу, и который нужно уважать и беречь прежде всего. Рыхлый снег и лед под колесами делают управление автомобилем сложным, повышается риск заноса и опрокидывания. Но при умелом вождении любые экстремальные условия становятся поводом проявить все свои знания и умения. Марат не в первый раз участвует в автосоревнованиях. С его плечами награды за отличные выступления в личном и командном зачете. И он точно знает, как пройти трассу без штрафных секунд. Надо уметь справлять, надо ловить машину, надо знать, где нажать, где отпустить. И самое главное – это доверие к машине и чувствовать машину. Если ты с ней на волне, значит, все будет хорошо. Перед выходом на старт конкурсанты проверили теоретические знания правил дорожного движения. Участники на время отвечали на 10 вопросов. Каждый неправильный ответ прибавлял одну секунду к общему времени. Одна ошибка, да. Куда ты поехал, не туда. Всего в зимнем Слаломе приняли участие 13 юношей и девушек, которые разбились на команды. Две от первого интерната и две от центра внешкольной работы. Повышают мастерство свое, навыки вождения. В то время, когда после школы выйдут уже, они уже умеют ездить. И по снегу, и по льду. Опять же, все сказывается на безопасность нашего вождения. Перед основным заездом юные водители проехали два тренировочных круга, чтобы затем за максимально короткое время пройти дистанцию. Конусами на трассе обозначены фигуры – змейка, тоннельные ворота, которые нужно быстро, но аккуратно объехать. За каждый сбитый элемент прибавляется три секунды к общему времени. Традиционные зимние соревнования помогают будущим водителям научиться безопасно управлять автомобилем. Чтобы научить детишек правильно ездить на автомобиле. Чувствовать машину, чувствовать, чтобы покрыть под колесами. Скорость, крутые повороты и снег из-под колес. Каждый из участников почувствовал себя профессиональным гонщиком и проявил отличное знание устройства автомобиля и умение дрифтовать на сложном покрытии. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. На выставке «Док-шоу» лабрадор Саня чувствует себя уверенно. Это далеко не первое ее выступление. За четыре года собака неоднократно становилась чемпионом России и получила золотой титул национального клуба породы. К этим успехам Саня привела ее хозяйка Елена Храмова. Саня – собака очень компанейская, ласковая. То есть ее могут дети с удовольствием погладить, обняться, сфотографироваться с ней. И для собаки это интересно. Она учится взаимодействовать с окружающими людьми, которые не являются ее друзьями, знакомыми. Это тоже для нее опыт. Всем участникам на выставке предстояло пройти несколько этапов. Краткая характеристика пород, цирковая трассировка, а также показ функциональных комбинезонов и тематических костюмов. На площадке один за другим появлялись четвероногие питомцы в образах снеговика, Деда Мороза, Снежной Королевы, Льва и символы этого года поросенка. Это у нас символ года. Она у нас была уже и петухом. Как-то один год тоже символом года. В прошлом году она была собакой. Тоже символом года. Просто прикольно. Маленькие собачки для квартиры, большие псы для частного дома. Это самые очевидные критерии выбора четвероногого друга. Но есть и другие параметры. Например, ёрки очень контактные. Таксы же, напротив, сойдутся не с каждым человеком. Но уж если вы им понравитесь, это будет дружба на долгие годы. Зная характер породы, проще определиться с питомцем. И такие выставки, как Докшоу, помогают ближе познакомиться с собаками. Чаще всего берут собаку не по своему характеру, еще куча всяких критерий, а именно по внешнему виду. Это неправильно, потому что потом начинаются проблемы, потом собаки на улицу попадают или, хуже всего, еще что-то с ними случается. Поэтому здесь все-таки мы даем характеристику и советуем те породы, которые надо. По итогам конкурса победителем стал лабрадор Вик, который предстал перед зрителями в костюме Деда Мороза. Всем участникам вручили памятные дипломы. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Под мелодию знакомой песенки началось театрализованное представление «Волшебник изумрудного города». Вместе с главными героями сказки Эли и ее верным другом Татошкой ребята отправились в увлекательное путешествие к мудрому Гудвину. А создавать новогоднее настроение детишкам помогали актеры театрального коллектива «Люкс». Мне понравилась сказка, история, потенциалит Элина Морозова с конечными героями. Праздник очень замечательный, и его очень хорошо продумали. Особенно заметно то, что детям это нравится. Почувствовать себя можно очень хорошо в такие моменты, то есть становится намного лучше и веселее. Мне очень хорошо, что такие мероприятия устраивают, показывает не безразличие со стороны старших. Новогодние праздники для детей, которые остались без попечения родителей, в Центре культуры и досуговнеев проводятся уже давно. Сотрудники Федерального ядерного центра и неравнодушные горожане каждый год готовят для ребят подарки. Традиция собирать денежные средства зародилась 8 лет назад. В этом году точно так же собирались благотворительные средства. Точно так же они будут перечислены на расчетные счета ребят. И точно так же будут приобретены, конечно, подарки и вам, и другим ребятам. Как всегда это делается. Это событие мы считаем важным и готовимся к нему практически целый год. И прекрасно то, что в этом процессе участвует весь институт и еще целый ряд далеко неравнодушных граждан. В конце праздника каждый ребенок получил от Деда Мороза мягкую игрушку и сладкий подарок. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Вокалом Анастасии Шевлягина занимается уже около 10 лет. В ее репертуаре песни на разных языках и самых различных музыкальных направлений и стилей. Около трех лет назад она попробовала себя в джазе и влюбилась в него раз и навсегда. Джаз – это свобода. По сути, если мы рассматриваем джаз по сравнению с другими музыкальными жанрами, с классическим вокалом, эстрадным, то того, что вы встретите в джазе, больше нет нигде. По мнению Насти, джаз – самый озорной жанр среди всех остальных. Именно в нем есть возможность для импровизации и музыкального самовыражения. В своей творческой карьере она равняется на Эллу Фитцжеральд, культовую джазовую певицу начала 20 века. Это просто космос на самом деле, не знаю, как это объяснить. Женщина нигде специально не обучалась, то есть это ее природный талант. И в нашем концерте сегодня будут исполняться ее песни, мы, кстати говоря, тоже, да. Джазовый концерт в ресторане «Прайм» собрал полный зал. Специальную рождественскую программу музыканты джаз-бэнд «Дядя Вова» не готовили, но постарались сделать вечер по-настоящему праздничным. Есть целый блок русских песен о зиме, о любви, о новом годе. Та же пьеса «В лесу родилась елочка», но сделанная в джазе. Поскольку джаз-ансамбль, мы все пытаемся делать в своем стиле. Даже известную пьесу мы все равно немножечко меняем аранжировку, делаем так, как никто до нас не делает. Первый концерт коллектива джаз-бэнд «Дядя Вова» прошел в ресторане «Прайм» с огромным успехом. И этот эксперимент было решено повторить на Рождество. Жителям города такой формат отдыха пришелся по душе, а значит джазовые концерты на этой площадке будут продолжаться и впредь. Кирилл Васенин, Владимир Лизик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Высокие скорости, результативные атаки и мастерство вратарей обеих команд. «Саров-инвест» в втором круге чемпионат области провел домашнюю встречу с Ураном из Дзержинска. Действующий чемпион области и в этом сезоне занимает лидирующие позиции в турнирной таблице. Но на родном льду хоккеисты «Саров-инвест» не дали гостям расслабиться и с первых минут показали решительный настрой на победу. Команда хозяев доминировала, скажем, в первом периоде, а где-то во втором периоде там переломили, немножко перестроились. Поэтому чуть-чуть где-то создали больше моментов и, соответственно, реализовали. Первый гол в матче с передачи Андрея Калашникова забил Игорь Поздов. Хоккеисты из Дзержинска буквально через пять минут сравняли счет. Нападающие обеих команд попеременно проводили атаки, но защитники и вратари раз за разом спасали ворот от шайб. Соперник, кстати, очень хороший, достойный, мобильный, быстрый, очень хорошо двигался, очень хорошо комбинировался, создал много моментов. Не обошлось и без нарушений. Арбитры поочередно отправляли на штрафную скамейку игроков обеих команд за неспортивное поведение. Обе сборные играли и в меньшинстве, и в большинстве. Но даже численное преимущество спортсменов на ледовой арене не помогло в реализации голевых моментов. Игра равная была. Оба играли достойно. Не знаю, видите, чуть-чуть нам не хватило просто какого-то фарта, везения, возможно. Так, в общем, неплохо. Все били, все играли, все молочки. Еще одну шайбу ворота соперников хоккеисты Саров Инвеста забросили в третьем периоде. В заключительном отрезке игры сравчане не смогли переломить ход игры и пропустили в свои ворота третью шайбу. В последние минуты матча сравчане провели у ворот соперника, пытаясь пробить защиту и сравнять счет. Ну, мы поднажали, да, нам уже не было, нечего было терять, нам надо было сравнивать. Видите, мы сравняли, все там нормально, и в концовке, видите, пропустили этот гол. Потом опять побежали, но уже не хватило времени. Игра закончилась со счетом 2-3 в пользу урана. Следующую встречу хоккейный клуб Саров Инвест проведет уже в эту субботу, 12 января, на выезде с командой из города Павлова. Сердце новой киносистемы – специальный цифровой проектор формата 10D. Лампа этого устройства очень быстро нагревается, остужает ее мощный канальный вентилятор, через который проходит 250 кубов воздуха в час. Фильмы в проектор загружаются с помощью жестких дисков. Отличительная особенность этого кинозала, что здесь не будет коммерческого кино, но здесь будет все-таки контент, содержание такое, которое отвечает запросам требовательных зрителей и может давать нашим горожанам качественное содержание. По периметру зала установлены колонки. Это специальная четырехканальная аудиосистема для современного кинотеатра, которая создает объемный звук. Часть мониторов находится за перфорированным экраном. Благодаря новому кинооборудованию зрители увидят документальные, анимационные фильмы и фестивальные картины. Кино умное, образованное, интеллигентное – это то, что всегда являлось нашей визитной карточкой. Мы будем продолжать эту линию вести. Сейчас полным ходом идет составление репертуара кинозала. Уже известно, что стартует новый сезон на обновленном оборудовании с показа цикла картин от Ритяковской галереи. Согласно договору и прокатным обязательствам, вход на ряд киносеансов будет платным. У нас можно будет купить билеты заранее. То есть, по сути, впервые, потому что, мало того, можно будет забронировать билеты и выкупить их по броне. То есть, вот все, что дает система вот этой скассы, да, киношные специальные, мы всем этим уже научились пользоваться. Кинозал в художественной галерее вмещает 147 зрителей. Его официальное открытие для саровчан запланировано на вторую половину января. Татьяна Исаева работала на городском радио более 30 лет. Сегодня свои знания и опыт передает юным журналистам во Дворце детского творчества. Она была свидетелем перемен, которые происходили в жизни СМИ и всей России, и в нашем городе. Могу сказать, что сегодня, как никогда, у нас свобода слова, свобода мнений, огромный разброс мнений, разгул, я бы сказала, фейковых новостей, то есть ложных. И это, конечно, большое отличие от прежней ситуации в журналистике. Как говорит Татьяна Исаева, журналист должен нести ответственность за ту информацию, которую он представляет своей аудиторией, и честен, в первую очередь, перед самим собой. Сегодня у многих редакций собственная информационная политика, она бывает совершенно противоположной. Поэтому нужно выбирать для себя СМИ, которые соответствуют твоим убеждениям. Это будет честно, даже если это какие-то оппозиционные убеждения, но, как я слышала от некоторых наших коллег, даже в нашем городе, что можно работать в одном СМИ, а тайно подрабатывать в другом, совершенно противоположном. Вот это вот продажность высшей марки, так сказать. Свои убеждения Татьяна Исаева старается передать и воспитанникам. Очень важно, на ее взгляд, научить подрастающие поколения ориентироваться в современном информационном пространстве. Я поставила себе задачу не только обучить их приемам телевизионным, писательским, так сказать, корреспондентским, но и наполнить их душу, сформировать их личность, которая была бы пригодна для этой профессии. Опять же, эрудиция, погружение в культуру, в историю. Одна из воспитанниц Татьяны Исаевой, София Комкова, хочет пойти по стопам своего преподавателя и тоже стать журналистом. И на радио, и на газеты всегда будет своя аудитория. Естественно, и у телевидения, и у интернет СМИ всегда будут свои недостатки, свои плюсы. Но ни один из видов СМИ не умрет, мне кажется. Как считает София, ради того, чтобы заниматься любимой профессией, можно преодолеть все трудности. Ведь журналистика даст ей возможность встретить интересных людей, узнать много нового об окружающем мире и всегда быть в центре событий. Далеко не каждый готов заявить о своей проблеме на весь город. Но если долгие часы в коридорах инстанций и горы заявлений в коммунальные службы не дают результата, выход один – обращаться на телевидение. Специально для тех, кто остался неуслышанным, вот уже несколько лет подряд на канале 16 работает рубрика «Городской дозор». Традиционно средства массовой информации считаются четвертой властью. И если кто-то хочет решить проблему, которая не решается, стоит на месте и нет возможности как-то ее продвинуть, то переведение этой проблемы в публичную плоскость, заявить о ней, рассказать о ней, показать, в чем состоит эта проблема, порой, что называется, творит чудеса. То есть действительно это та самая власть, возможность сдвинуть с места, с мертвой точки проблему, которая не решалась долгое время. Чаще всего по телефону 37200 звонят горожане, уставшие обивать пороги инстанций. За их плечами горы документов, заключения экспертизы, даже судебные иски. «Городской дозор» – это возможность заявить о своей проблеме на весь город, привлечь к ней внимание общественности одним словом, придать гласности и попытаться в очередной раз повлиять на ситуацию. Действительно, проблемы бывают разные. От небольшой проблемы, например, неубранного снега до отключения горячего водоснабжения в целом многоквартирном доме. Поэтому, дорогой зритель, если у тебя есть проблема, которая не решается, ты устал оббивать пороги чиновников, позвони 37200, и мы отреагируем. Как показывает практика, после того, как к делу подключается телевидение, службы реагируют оперативнее и проблемы устраняют. Обращения в рубрику «Городской дозор» принимаются по телефону 37200. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова